Братья и сёстры, для нашего рассуждения я хочу предложить всем нам обратить внимание на текст Священного Писания, который записан в Евангелии от Матфея, 6 глава, 33 текст. Слова Иисуса Христа из Нагорной проповеди. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это всё приложится вам». Братья и сёстры, это текст, на который очень часто мы слышим проповеди, рассуждения. Это очень важный текст. Почему? Потому что Иисус Христос говорит об этом в своей первой, можно сказать, такой большой вероучительной проповеди во время своего служения. Чуть раньше, чуть раньше он отвечает на вопрос и говорит о заботах, о заботах, о проблемах, и говорит, о чём нужно заботиться, как нужно правильно подходить к своим заботам и проблемам. И заканчивает это рассуждение вот этими словами. «Ищите же прежде Царствие Божие». Братья и сёстры, я хочу, чтобы мы с вами обратили внимание на этот текст и немного об этом порассуждали. Первое. Написано так. «Ищите прежде». Знаете, друзья, мы все в своей жизни чего-то ищем. Я так, когда размышлял, подумал, вот чего ищут дети, маленькие дети. Один мужчина, так немножко у него чувство юмора, видимо, было, он так с горечью говорит. Знаете, когда я был маленьким, меня хвалили за то, что я хорошо поел и хорошо поспал. А теперь меня за это никто не хвалит. Братья и сёстры, что нужно маленьким детям? Еда, отдых, питание, чтобы ничего не болело, чтобы мама была рядом. И достаточно. Если у ребёнка этого нет, он будет этого искать. Он поднимет на уши, братья и сёстры, всё и весь дом, и всех вокруг, пока своего не получит. Это заложено Господу. Друзья мои, потом мы вырастаем. Дети наши вырастают, уйдут в школу. Чего они ищут? Дети, в школе вы чего ищете? Кто-то говорит, ничего. А что мы должны искать? Знания. Вот это очень важный вопрос в жизни человека, который подрастает. Он должен чему-то научиться. И он должен этого искать. Он должен этого искать. Я когда был в школе, был маленьким, И вот нам учительница очень часто повторяла такую пословицу. Без труда, да, и даже из пруда рыбку не вытащишь. То есть нам нужно применять усилия вот в этом поиске, чтобы чего-то найти. Я помню, знаете, как наша жизнь раньше отличалась от современной жизни. Я своим детям говорю, вам задают реферат. Нам нужно было раньше пойти в библиотеку, взять кучу книг, их листать, искать. Потом все это дело от руки аккуратненько переписать, еще картиночку какую-нибудь наклеить. Эти листочки переплести там тесемочкой и сдать. Вот это был реферат. Сейчас наши дети открывают интернет, оттуда скачивают, и вот тоже реферат. Иногда даже в электронном виде. Братья и сестры, нам нужно искать. И знания нам нужно искать. Когда дети подрастают, становятся уже подростками, молодежью. Поэтому, друзья мои, им тоже приходится искать что-то. Искать свое место в жизни. Искать направление в жизни. Это очень важно. Знаете, друзья, если мы определили правильно свое направление жизни, что я хочу. Я сейчас говорю о материальной стороне. Кем я хочу быть? Врачом или, может быть, сварщиком? Друзья мои, и то, и другое. Это хорошо. А может быть, я хочу быть строителем. А может быть, я вообще хочу быть художником. И очень плохо, если человек учится на одну профессию, а потом он себя в ней не нашел, пошел работать в другую сферу, а потом в третью, в четвертую. Вот знаете, когда я учился, нам говорили, что это плохо. А сейчас оказывается хорошо, когда ты попробовал себя в разных областях и не знаешь, где правда. Братья и сестры, но очень хорошо, когда мы себя нашли в жизни. Потом человек подрастает, и он начинает искать себе половину. Братья ищут сестру. Сестры ждут брата, который был бы их половиной. Это тоже поиск. И очень важный поиск, братья и сестры. Очень важный. От этого поиска и от этого решения вопроса очень много дальше зависит жизни. Очень много есть семей, которых вот эта семейная лодка разбилась, потому что неправильно было найдено. Не тот человек. Или же, может быть, потому что не того искали в браке. Хотели, чтобы мне было хорошо. А Библия говорит, не так нужно. Нужно входить в брак с желанием, чтобы твоей половинке было хорошо. Друзья мои, потом у нас семья, дети. Мы ищем чего? Мы устраиваем свое жилье. Мы обустраиваем быт. Хотим, чтобы моей жене, моим детям было хорошо. Потом дети уходят. Появляются внуки. Мы о них заботимся. Тоже ищем, чтобы им было хорошо. Братья и сестры, так должно быть. И так обычно бывает. А потом наступает старость. Братья и сестры, а в старости чего человек ищет в основном? Я, знаете, узнал, что человек в своей жизни, он тратит определенное количество времени и средств на свое здоровье. И большинство этого времени и средств уходит на старость. То есть, пока мы молодые, у нас есть силы и здоровье, мы об этом не переживаем. А когда подходит старость, у нас начинает все болеть. У кого-то вследствие греховной жизни, у кого-то вследствие трудной жизни, у кого-то вследствие хронических заболеваний и вследствие того, что так Господь определил. Братья и сестры, это тоже правильно. И лечиться нужно, и следить за своим здоровьем тоже нужно. Друзья мои, и вот так каждый человек всю жизнь что-то ищет. Одно, второе, третье, четвертое, и жизнь кончается. Но Иисус Христос определил, прежде всего этого, ищите что? Царствие Божие. Он не сказал, что нельзя заботиться и не нужно заботиться о пропитании, об одежде. Более того, человек, который не хочет заботиться о своих ближних, это человек, которого не одобряет Библия. Братья и сестры, Иисус Христос поставил на вид фарисеям вот эту вот заповедь, которую они придумали, карван, да? Он говорит, это неправильно, это не Божья заповедь. Мы должны заботиться о своих ближних, мы должны искать, чтобы им было хорошо. Но прежде всего этого нужно искать Царствие Божие. Два ярких примера из Евангелия. Два молодых человека. Первое. Это отрицательный пример. Молодой человек, младший сын, из притчи Иисуса Христа, которого мы знаем. Мы не знаем его имя, но мы его знаем, как его назвал. Ну, нет, Иисус Христос так не сказал. Как он назван в Евангелии? Блудный сын. Братья и сестры, чего он искал? Я помню поэма «Блудный сын», и там такие слова. Сын подходит к отцу и говорит, я мужчину и стал из мальчика к твоему отец огорчению. Привлекает меня романтика, путешествия, приключения, ну и так далее. Братья и сестры, всего этого он искал. Он это нашел? А что он нашел? Стадо свиней и корыто с кормом для свиней, из которого никто ему не давал кушать. Есть другой молодой человек. Я думаю, что по возрасту они были похожи. Но этого человека Библия называет богатый юноша. Братья и сестры, чего он искал? Правильно ли был поиск его в жизни? Он правильно искал. Он подошел к Иисусу Христу и говорит, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он искал Царство Божие. Братья и сестры, он неправильно искал. Направление было правильное, но Иисус Христос одним, только одной фразой, Он обнажил его внутренность, его проблемы внутренние, может быть, о которых он даже сам не подозревал, и, к сожалению, он отошел с печалью. Знаете, друзья, для того, чтобы нам как-то, может быть, ближе или, может быть, ярче понять эту тему, что значит искать в нашей жизни Царство Божие, я хочу, чтобы мы с вами обратились к еще одному тексту Священного Писания, тоже записанному в книге Евангелия от Матфея, 20 глава, 20 и 21 тексты. Итак, читаем. Матфея 20, 21. «Тогда приступила к нему мать сыновей заведеевых сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал, чего ты хочешь? Она говорит ему, скажи, чтобы эти два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другую по левую в царстве твоем». Братья и сестры, чего искала эта женщина? Царство Божие. Царство Божие. Вообще, я когда об этом задумался, начал читать, начал искать, что это за женщина. Вообще, очень интересный персонаж, очень интересный. Что мы про нее знаем? Мы знаем, что у нее была семья, и что она была женой заведея. Был такой муж, его звали заведей. Не знаю, сколько у них было детей, мы знаем только о двух. О двух сыновях. Иаков и Иоанн. Они не были бедными. Почему мы делаем такой вывод? Потому что в Евангелии от Марка, первая глава, когда описывается, как призывает Иоанна и Иакова Иисус Христос, написано, что когда они пошли за ним, они оставили отца своего заведея в лодке с работниками. То есть, они использовали наемный труд. Друзья мои, это говорит о том, что они не были бедными. Вот, например, про Петра и Андрея так не написано. А про этих написано. Я не берусь утверждать, что у них были какие-то рабы, что они были очень богатыми. Нет. Думаю, что это была такая крепкая семья, которая зарабатывала своими руками, но в то же время они использовали работников, то есть, людей нанимали. Вечер. У рыбаков, у них немножко все по-другому, да? Они выходят обычно либо очень рано утром, либо в ночь на рыбалку. И вот эта мама провожает своего мужа и сыновей на работу. Они идут рыбачить. Утром они приплывают, не написано, поймали они или не поймали. И вот они занимаются сетями. Надо их выбрать, надо их очистить, может быть, отремонтировать, потом просушить, чтобы, возможно, в следующую ночь опять пойти на работу. Проходит Иисус и говорит Иакову и Иоанну, следуйте за мной. И написано, они оставили отца своего в лодке с работниками и пошли. Теперь, братья и сестры, что дальше происходит? Завидей идет домой. Его встречает жена. Говорит, а ты что один? Где сыновья? А что он ей может сказать? Один брат проповедовал на эту тему и говорит, братья и сестры, если бы вы знали мою жену, она бы мне так сказала. Так, где хлопцы? Нету. Какой-то учитель проходил, они с ним пошли. Куда пошли? Не знаю. Когда придут? Не знаю. Так, разворачивайся и без хлопцев домой не приходи. Братья и сестры, и это правильно. Почему? Потому что мать, она всегда заботится о своих детях, даже о больших. Я думаю, сестры, вы меня понимаете. Вы знаете, этого не произошло. И Иаков, и Иоанн не вернулись домой и не вышли снова на работу. Они остались сходить за Иисусом Христом. Братья и сестры, более того, потом на страницах Евангелия мы видим, что их мама присоединяется к группе этих учеников. Я не беру сто процентов утверждать, но история говорит о том, что имя ее Соломия, и она ходила с другими женщинами, служа Иисусу Христу. Где-то упоминается это имя, а где-то написано прямо мать сыновей Завидеевых. Например, тогда, когда погребали Иисуса Христа, она присутствовала на Долгофе, потом, когда погребали Иисуса Христа, она тоже была там. И под именем Соломия она описывается, ну, упоминается, что вот в утро воскресенья она тоже пошла ко гробу. Друзья мои, вообще все мамы желают своим детям добра. Я не знаю по поводу Иакова, ничего не говорить по поводу этого Библия, но Иоанн мы понимаем, что был молодым человеком. Друзья мои, что нужно было этим молодым людям первостепенно в жизни решать? Ну, как бы мы поступили? Сынок, давай мы вот общими усилиями заработаем денег, чтобы тебе, ну, жилье какое-то обеспечить. И потом, вообще, тебе столько лет, тебе надо уже подумать о женитьбе, чтобы у тебя в жизни было все хорошо. Братья и сестры, мы читаем об этом в Библии? Нет. Я не знаю, женились ли они потом или не женились. Про это в Библии не написано. Братья и сестры, почему так поступила эта женщина? И более того, уже, вот, судя по хронологии, это записано в 20-й главе Евангелия от Матфея, это значит, уже было далеко за середину служения Иисуса Христа, и она подходит к Иисусу Христу с этой просьбой, чтобы мои дети, один по правую, другой по левую, в сторону, сели в царстве твоем. О чем это говорит? Она была уверена на сто процентов, что Царствие Божие будет, что Иисус Христос сядет на престоле, как царь. Братья и сестры, она была права или нет? И да, и нет. Царствие Божие действительно наступило. И в полном объеме оно наступит. И ученики Иисуса Христа, и этот Иаков, и Иоанн действительно сядут на престолах. Мы только не знаем, справа или слева, как там Господь распределит. Но они будут сидеть на престолах. То есть, она очень правильно определила направление. Да, она не понимала, как это Царствие Божие будет. Это сегодня мы с вами читаем, что Царствие Божие есть не пища и питье. Мы потом дальше будем читать этот текст. Она думала по-другому, но направление у нее было верное. И сразу же были отметены женитьба, зарабатывание денег, устраивание своей жизни, потому что она поняла, что этот Иисус Христос это не просто Учитель, это Господь. Братья и сестры, это Сын Божий. И было бы очень хорошо, чтобы мои сыновья, они были рядом с Господом, с Царствой Божией. Братья и сестры, что получила эта женщина? Вот, положив на алтарь все свои планы, всю свою жизнь и в приоритете, ну, взяв вот этот вот поиск Царства Божия, что она получила? Братья и сестры, что она получила? Она ходила вместе с учениками по Галилее, по Иудее, служила Иисусу Христу, служила ученикам. Она была свидетелем распятия Иисуса Христа. Братья и сестры, это страдание, это разочарование, это непонимание. И присутствие на Голгофе, она слышит, как к ее младшему сыну обращается учитель Иисус Христос и говорит, мать твоя, вот эта женщина, братья и сестры, другая, Иисус Христос поручил свою мать Марию, Иоанну, и говорит, это мать твоя. Вопрос, а я кто? И написано с того времени, ученик этот вял ее к себе и заботился о ней. Братья и сестры, я не знаю, как он совмещал двух матерей, может быть, это и хорошо. Что она еще к братьям и сестрам получила? Она была свидетелем воскресения. И в числе других женщин, пришедших ко гробу, она видела это чудо и ангела, который сказал ей, что Иисус Христос воскрес. Она была свидетелем очень многих чудес, которые Иисус Христос совершал. Братья и сестры, как вы думаете, она пожалела о том, что она искала Царствие Божие или нет? Думаю, что не пожалела. Что она получила еще? Она получила преждевременную смерть своего старшего сына Иакова, которого первого убили за служение Господу Иисусу Христу. Если жизнь ее продлилась, она была свидетелем страданий младшего сына, потому что страдали все апостолы. Может быть, жизнь, конечно, ее прервалась. Кто-то из богословов, исследователей, говорит, что это была сестра Марии, матери Господа нашего Иисуса Христа. Но мы этому сто процентов верить не можем, потому что в Библии этого не написано. Братья и сестры, но я так понимаю, что жизнь ее удалась. Жизнь ее удалась. Это был счастливый человек, потому что прежде всего она стала искать Царство Божие для себя и для своих детей. Знаете, друзья, последний текст, который я хочу прочитать, это вот послание римлянам, где написано уже наше евангельское понимание. Это 14 глава, 17 текст и послание римлянам. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но мир, но праведность, мир и радость во Святом Духе. В какой-то степени ученики и эта женщина думали, что Царствие Божие это пища и питье, это земное Царство. Но Господь открывал им и потом, когда Он вознесся на небо, апостол Павел уже пишет, что новозаветнее понятие Царствия Божием это праведность и мир и радость во Святом Духе. Это неземное Царство. Братья и сестры, дети, молодежь, почему очень важно найти нам Царствие Божие прежде, чем всех остальных наших направлений? Да потому, что это может в корне изменить направление наших поисков. Молодежь, если мы сначала не идем Царствие Божие, то вся остальная жизнь и остальной поиск у нас впадет немножко в другом русле. Как часто бывает, что человек, придя в зрелом возрасте, Господу говорит, как жаль, что я раньше не узнал про Господа. В моей жизни многое было бы по-другому. Я бы, может быть, и специальность другую приобрел и женился бы по-другому или вышла замуж и в семье бы свою жизнь по-другому построил. Братья и сестры, очень важно нам действительно искать Царствие Божие прежде всего. Не пища и питье, но праведность и мир и радость. Именно в таком порядке праведность, мир и радость. Я понимаю так. Когда человек входит в Царствие Божие, когда это явление наступает? Когда он получает прощение грехов. И Господь прощает ему грехи и дарует ему праведность. Вот начало Царствия Божия. Праведность. Дальше. Мир. После того, как мы освобождаемся от грехов и получаем праведность в нашем сердце водворяется мир Божий, который превыше всякого ума. Братья и сестры, мы понимаем, что мы не безгрешные люди и праведность наша, она дана нам Господом. И, к сожалению, апостол Иоанн, вот этот, один из тех сыновей, в своем первом послании говорит, братья, кто говорит, что не имеет греха, тот лжец. И что мы согрешаем, но если кто согрешил, мы имеем ходатая. И мы имеем возможность исповедовать наши грехи и получить прощение. Братья и сестры, вот что такое мир. Друзья, если кто ищет Царство Божие, он получает праведность, он получает мир, и он ищет этого мира, он его поддерживает. И если мир в сердце нарушается, он прилагает все усилия для того, чтобы этот мир восстановить. Старайтесь иметь, братья и сестры, как дальше текст? Мир со всеми. Если возможно, сказать с вашей стороны. Друзья мои, нужно стараться. Нужно стараться. Не может быть мира в душе без мира со всеми, если мы виноваты. Мир в душе это мир со всеми. И последнее, братья и сестры, праведность, мир и радость. Друзья мои, если мы праведны, если у нас мир в сердце, мы обязательно в жизни своей будем радостными людьми. Почему он часто очень на нас смотрит и говорит, ты почему такой печальный? Что у тебя в сердце? Братья и сестры, а что у нас в сердце? Господь нам дает заповедь всегда радуйтесь. И это не какая-то недостижимая планка. И Господь, так сказать, издевается над нами и говорит, всегда радуйтесь, но вы никогда не сможете радоваться. Друзья мои, наш Господь не такой. Он нам дал все для этого, для того, чтобы мы могли жить в радости. Братья и сестры, как у этой женщины у нас жизнь в Царстве Божьем на земле не будет безбедной. Мы будем болеть, мы будем страдать, мы будем свидетелями тяжелых ситуаций. Друзья мои, как на Голгофе, она стояла возле креста, и у нее, ну, друзья мои, у нее разрывалось все от того, что, во-первых, это страдание, а во-вторых, она не могла понять, почему так. Я только вчера к нему подходила и думала, что будет Царствие Божие и сыновей своих привела к нему, а сегодня он умирает там, на Голгофе. Друзья мои, но это длилось недолго. И потом наступило утро, воскресенье, когда она была свидетелем того, что вы ищете живого между мертвыми. Его нет здесь, он воскрес. Братья и сестры, если мы хотим попасть в Царство Небесное, то нам нужно попасть в Царство Небесное уже на земле. Знаете, Царство Небесное, оно начинается на земле и плавно переходит на небо. И этот переход, он либо тогда, когда наша жизнь прекращается, либо тогда, когда в будущем будет восхищение, и мы живые будем восхищены на облаках. Друзья мои, Царство Божие – это праведность, мир и радость во Святом Духе. Знаете, друзья, и Господь сегодня призывает нас. Ты молодой? Или, может быть, у тебя уже есть семья? Или, может быть, ты уже к старости? Ты ищешь чего? Здоровья, благосостояния, знаний, или определяешься с выбором спутника жизни? Хорошо, ищи. Но прежде всего найди Царство Божие. И тогда вот эта печать Царства Божия, она, ну, наведет порядок в твоей жизни. Братья и сестры, из-за нашей земной жизни счастливой последует вечность. Да благословит нас Господь найти Царство Божие в своей жизни. Аминь.